вампиры я думаю что каждый из вас хоть раз слышал это название из фильмов книг или других источников в русской литературе их чаще всего называют упыри или вурдалаки сегодня я расскажу вам о реально известных случаях вампиризма в истории человечества сегодня мы выясним оправдали все то о чем говорят считается ли вампир искусственно созданным фольклорным существом разных народов мира или же это реальный персонаж исторически известно вампир это мертвец по ночам встающие из могилы или являющиеся в облике летучей мыши сосущий кровь у спящих людей насылающий кошмары считается что вампирами становились нечистые покойники преступники самоубийцы умершие преждевременной смертью и погибшие от укусов вампиров большинство румынских верований вампиров и европейские истории о вампирах имеют согласно художественной литературе славянское происхождение впрочем рассказы о мертвецах проливающих кровь найдены почти во всех культурах по всему миру включая самые древние вампироподобные духи называемые лилу упоминаются в ранней вавилонской демнологии а кровососущие акшары в еще более ранней шумерской мифологии эти демонессы скитались в темноте охотясь и убивая новорожденных младенцев и беременных женщин подобные существа присутствовали также и в культурах древних римлян армян индусов и филиппинцев были китайские вампиры но те кровь не пили им нужна была жизненная энергия ци вампир относительно бессмертное существо убить его можно но он не стареет также это сверхъестественное существо и обладают физической силой которая во много раз превосходит силу человека не говоря уже сверхъестественных способностях наиболее обычные способы уничтожить вампира это вонзить осиновый кол в его сердце обезглавить и полностью испепелить тело чтобы не дать тому кто мог стать вампиром и восстать из могилы тело плали лицом вниз перерезали сухожилия в коленях а также пронизывали все тело коле известны случаи когда людей подозреваемых вампиризме хоронили лицом вниз а в рот заталкивали большой кирпич или камень в позднее римском некрополе пятого века вблизи коммуны луньяна ин теверина в италии летом 2018 года археологи обнаружили захоронение 10-летнего ребенка при погребении в рот усопшего вставили большой камень чтобы по поверью помешать ему восстать из мертвых ребенок скончался от малярии а на его зубе из-за болезни развился абсцесс прежде в венеции в 2009 году была найдена похожая могила женщины 14 века в 2017 году в нордхем том шире найдено тело мужчины 3 4 веков похороненного вниз лицом с вырезанным языком и камнем во рту предметами защищающими от вампиров был чеснок солнечный свет стебель дикой розы боярышник и все священные вещи крест святая вода распятие четки звезда давида в зависимости от религии народа а также алоэ подвешенный за дверью или возле нее согласно южноамериканским суевериям в восточных легендах от вампиров часто защищали священные вещи типа печати синта иногда считается что вампиры могут менять форму не ограничиваясь распространенным стереотипом летучие мыши некоторые суеверия утверждают что вампир не сможет зайти в дом без приглашения однако пригласив однажды вампир сможет приходить дом когда захочет христианской традиции считается что вампиры не могут входить церковь или другое священное место так как они слуги дьявола в 18 веке в восточной европе начала серьезная паника по поводу вампир в охоту на вампиров втягивали даже государственных служащих все началось со вспышки жалоб о нападении вампиров в восточной пруссии в 1721 году и в габбоспурской монархии с 1725 по 1734 года 1725 году в сербской деревне кисилова умер крестьянин петер благоевич питер умер его похоронили но почему-то после смерти он пришел домой сперва он пришел к своей жене разбудил ее и попросил дать ему его обувь жена не дала и сразу сбежала к родне в другую деревню потом он пришел к сыну и попросил его покормить сын отказал и вскоре был зверски убит а кровь его выпита после этого за 8 дней в деревне умерла девять человек и все они сообщили что их навещал петер и пытался ночью задушить началась паника народ хотел выкопать петера и поступить с ним согласно заветам предков до нейтрализации на место прибыл некий фромбольд он представлял австрийскую администрацию конечно ему план местных жителей осквернить могилу не понравился и он сделал запрос начальству однако жители сказали что пока начальство раскачается и ответит петер перебьет всех поэтому взяли местного священника этого самого фромбольда и пошли выкапывать вампира фромбольд все увиденное записал до отчета и этот его отчет потом поставил на уши всю европу потому что его достала и опубликовала австрийская газета фромбольд рассказал что при вскрытии могилы петера присутствующих ждал румяный покойник без следов разложения но со следами крови на губах обросший и с отросшим длинными ногтями жители деревни его сожгли поскольку деревня после этого успокоилась фромбольду тоже со стороны начальства претензий не последовало в конце концов а как иначе он еще мог остановить волнение прошел год в другом сербском селе медвежи умер гайдук арнаут павле умер глупо сломал шею упав с телеги сена но пока он был жив с энтузиазмом рассказывал местным жителям про свою жизнь на территории османской империи откуда он прибыл в село и в числе прочего живо писал как за ним гонялся турецкий вампир и даже сумел его укусить но храбрый гайдук съел земли с могилы вампира и излечился однако излечился видимо не полностью потому что после своей смерти начал навещать жители деревни а они начали после этого умирать он навестил четыре человека которые перед смертью рассказали об этом односельчаном жители с привлечением местного администратора поступили как и в описанном выше случае вскрыли могилу обнаружили румяного и обросшего товарища пронзили его осиновым колом от чего он заорал как живой отрубили голову а потом для надежности все сожгли для еще большей надежности также поступили с остальными четырьмя умершими администратор написал отчет промчались годы и вот в 1731 году все повторилось буквально за пару недель странной смерти умерло 12 человек они умерли внезапно будучи совершенно здоровыми среди них была 50-летняя женщина милица и 20-летняя стана милица переселившиеся в деревню за шесть лет до своей смерти с османской территории поведала односельчанам что как-то ела мясо овец которых убили вампиры стана которая тоже была переселенка из турции говорила что раньше жила в местах где вампиров было как мух и она мазала с кровью одного из них чтобы они ее не трогали ну и когда дамы умерли и началось непонятно все решили что вампиры именно они смерти в селе продолжались причем пошло по нарастающей прежние умершие от воздействия вампиров сами становились вампирами приходили за новыми сельчанами те умирали тоже становились вампирами вы наверное сдаетесь вопрос а откуда все это известно из отчетов австрийцев которые прибыли на место эпидемии и записывали все события в селе началась паника люди ночевали собираясь вместе и устанавливали дежурство все боялись смерти натурально превратились в эпидемию эта мысль эпидемии пришла в голову подполковнику шнетцеру австрийскому военному командующему отвечающему за управление этой территории прибыл инфекционист глейзер было подозрение что это чума чумы он не обнаружил зато присутствовал при изгумациях которые провели местные жители и был потрясен здоровым и бодрым видом покойник он написал отчет начальству начальство прислал толпу офицеров и военных хирургов офицеры с хирургами начали выкапывать и вскрывать трупы предполагаемых вампиров и пришли в ужас от того что те были румяным и свежим виде а некоторые даже и румяне чем при жизни внутри покойники оказались такими же свежими как и снаружи в итоге по местному обычаю и всех обезглавили и сожгли а вся комиссия расписалась под протоколами с этими чудесами эти протоколы живописные рассказы врачей опять опубликовала имперская пресса в империи началась настоящая истерия на почве страха перед вампирами они мерещились теперь всем и везде другие страны европы тоже заволновались ситуация выходила из под контроля хотя явно была глупой тут императрица мария терезия проявила государственный разум и смекалку на очередную вспышку вампиризма она отправила своего личного врача тот съездил и написал по возвращении целую книгу о вампирах который доказал что вампиров не существует а существуют предрассудки и суеверия после этого мария терезия вампиров запретила то есть запретила скрывать могилы и проводить разные процедуры с телами подозреваемых к этому времени основные территории где бушевали вампиры отошли обратно к османам и постепенно все успокоилось в 1344 году знаменитый итальянский поэт франческо петрарко впал в литургию был сочтен мертвым и пролежал в таком качестве 20 часов в соответствии с итальянскими законами того времени умершего полагалось похоронить течение суток после его смерти но франческо пришел в себя шокировав этим присутствующим после этого случая петрарко прожил почти 30 лет но обычные люди видели в эпидемиях и откопанных метлицах вампиров антуана августин кальме уважаемый французский богослов и ученый собрал всю информацию в 1746 году отразил ее в сочинении тракт о явлении духов и вампиров или призраков в венгрии в котором если не подтверждал существование вампиров то по крайней мере допускал его он собрал сообщения вампирских инцидентах и многочисленные читатели включая как критически настроенного вольтера так и поддерживающих его демонологов восприняли тракт как утверждение что вампиры существуют хотя сам автор скептически относился к суевериям и просто недостаточно твердо выразился о своей позиции относительно это нежити закрепившийся образ вампира с исторических времен до наших дней кожа алая и очень живая хотя в современном кинематографе используется бледная вампиры не отбрасывают тени и не имеют отражения современных произведениях можно встретить идею что вампиры не могут быть фотографированы эта идея впервые появилась у стокера который развил ее из предположения что зеркала отражают душу человека как раз то чего вампира нет некоторые рассказы сохранили идеи о том что вампир должен возвращаться в гроб или родную землю до рассвета чтобы отдохнуть в безопасности другие вампиры кладут родную землю свои гробы особенно если переезжают иногда оборотни становятся вампирами после смерти в других историях оборотни являются смертельными врагами вампиров вампир может быть уничтожен серебряной или освещенной пулей деревянным колом в сердце через обезглавливание или кремацию однако одним из наиболее общих способов убить вампира является вытаскивание его под дневной свет хотя степень уязвимости дневному свету разница от рассказа к рассказу в 1725 году михаил ренафт впервые сделал попытку объяснить верование вампиров естественным путем он говорит что в случае смерти каждого крестьянина кто-то другой скорее всего человек имевший какое-либо отношение к умершим кто видел или трогал труп в конце концов умирал либо от того же заболевания либо от безумного бреда вызвано одним только видом покойного эти умершие люди говорили что умерший являлся им и пытал их различными способами другие люди в этой деревне выкапывали труп чтобы посмотреть что он делает когда гроб подозреваемого вампиризме скрывали иногда обнаружилось что труп выглядел необычным образом это часто воспринималось как доказательство вампиризма однако трупы разлагаются с разной скоростью в зависимости от температуры и состава почвы и некоторые признаки разложения не являются широко известными это приводило охотников за вампирами к ложному выводу что мертвое тело не разлагалось вовсе те же самые годы появилась еще одна теория связанная с вампирским фольклором это было очень редкое заболевание которое называли бешенство страдающие этой болезнью избегают солнечного света и не смотрят зеркала а возле рта у них вспенивается слюна иногда эта слюна может быть красной напоминать кровь однако нет свидетельств указывающих на то что бешенство могло вдохновить на легенды о вампирах есть еще такая болезнь как проферия при которой развивается болезненная светочувствительность под воздействием солнечных лучей на коже могут появляться эрозии пузыри и глубокие трещины сопровождающиеся еще и распадом гемоглобина в крови отвращением чесноку так как сульфиновая кислота выделяемой чесноком усилит повреждения вызываемые заболеваниями запущенных случаях кожа вокруг губ и десен высыхает и становится жесткой что в результате приводит к тому что резцы обнажаются до десен создавая эффект оскала еще один симптом отложение парферина на зубах которые могут становиться красными или красновато коричневым кроме того у пациентов сильно бледнеет кожа в дневное время они ощущают упадок сил и вялость которая сменяется большей подвижностью в ночное время таким образом если учесть что лечить болезнь научились только во второй половине двадцатого века путем пересадки костного мозга человек становился обезображен и реально напоминал упыря только вот на кровь их не тянуло а так на вид типичный вампир ах да и прибавьте сюда острый психический психоз дополняющий без того малоприятную картину полагают что болезнь является результатом близкородственных браков или же воздействия ядов разумеется исходя из вышесказанного есть очень жизнеспособная и правдоподобная теория что именно эта болезнь и стала прообразом внешности дракулы и ему подобных которая приплюсовалась к уже существующим поверье